я на самом деле начинаю тоже задумываться о том что перейти с пива на стримах на крепкий алкоголь то есть типа выпил но с другой стороны я помню тот стрим когда я пил виллем лоусенс это был самый позорный стрим вообще который мог только быть я такую хуй то унес чё там за отрыжка блять на заднем плане ну я слышал что-то такое как это бурчание учения не не знаю может быть я наливал но я тоже помню стрим когда я активировал 20 функций и огнем ай да и я же не помню этот стрим ну что поделать скобочка все равно помню но мне тут еще 2 надо активировать я на самом деле использую крепкий алкоголь только по одной причине потому что его легче использовать в качестве функции вот если тебе там за донатили 1000 рублей на то чтобы ты выпил ну что там бутылку пива или что а тут более-менее понятно рюмка водки а чем закусывают кстати члены единой россии не закусываю я запиваю водой ну чтобы сбить неприятный вкус ты сейчас все еще в кепке лдпр да я просто хочу так сказать но ну типа мне линию снимать это показать куда надо вступать ну вот вот сюда вступайте чуваки вот сюда я назначу показывать ну да 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 в общем кстати паук не вернется что ли что я не знаю да ребят я должен признаться наделали клип начался force я только делаю вид что матерю свою женщину на самом деле все это время я просто кривляюсь я очень люблю и так же как и валентину терешкову слышал новый анекдот ну-ка сейчас секунду найду сегодня в интернете прочел надо в хистере найти погоди так у меня скипнули одну функцию то есть у тебя ее заказывают но при этом еще и скипают есть люди которые заказывают а есть люди которые скипают функцию умер путин прошу прощения но анекдот такой умер путин бог ему в рай пущу на честь чистилище там тебя черти отжарит столько раз сколько бы раз ты был президентом путин обрадовался ну ради рая и 6 раз немного привели его к чертям смотрят а там терешкова спрашивает путин она зачем черти ему она будет счет обнулять политический юмор да но я не одобряю на самом деле я наоборот поддерживаю ну окей я к сожалению не совсем так не вызывает но давайте мы уж сегодня так сегодня отсидим то что предложение предложение а там есть предмога слушаясь я кикнул паука она на ту решили вернуться не может ли он обидку прокинул так я без негатива это сделал сэнман 96 спасибо за семейство я ради руми юмористической эффекта не более того не могу говорит ну блять где я даже не знаю как поступить в такой ситуации давай так тогда тебе в канту перескочим наверно то его ли он идти и у тебя забанен да хуй знает всякие бомжи там сидят ебаный грот слишком душно уже становится давайте просто тогда сделаем вид что нет других людей кроме меня и жмуля на этом свете жмыха да возможно ли активировать функцию ебни мне я что ли должен делать ну ебашь если тебе надо я просто я просто ходишь ну мне просто задонать не я могу сказать у меня есть охуительный 15-летний армянский коньяк есть узбекские лимоны и есть красная икорка и если мне залетит донат на косарь например я готов налить себе вот полирнуть так сказать пиво но это типа вот одинарная акция но и вряд ли кто-то наш ролики из моего чата срочно вы поняли уже залетал до этого еще не было как бы я подожду я подожду немного так что чуваки из моего чат но вы поняли евгеника 75 рублей маргинал иди нахуй не портите стрим так блять там пиздец негатив дальше иди нахуй это самое не обидно я не знаю что происходит почему такой хейт раньше маргинал ультра любили всегда спрашивали когда придет маргинал что произошло что произошло я ничего не заметил на сходке плохого что-то произошло до сходки или ну там скорее после нее после нее каждый по этому поводу высказался кому-то что-то не понравилось там были взаимное оскорбление но такое я могу сказать что мой вечер закончился тем что я неудачно стрельнул жвачку короче ну про это кстати не было распространение инфы так сказать но нам очень помогла там одна женщина потом все это уладить хотя и потерял но в любом случае по автор пати было прикольным наверное о том как я в итоге спалился знает только наверное звонов или как вот там звали звунов петр звуну блять на на сходке просто его звали поэтому я не запомнил бин это могли другого человека в лазаренко спасибо за подписку я всегда их путаю потому что был еще какой-то чувак который с хованским тусил но это иванов да это именно он он занял 500 рублей если еще жду вас дома на чай приезжайте по адресу и дальше адрес короче какой-то но я не буду на твиче личную информацию распространять мне кажется это под бановое дело антоним синонима 75 рублей марго сказал без продюсера на стриме говорить не будет ну тогда значит никто не будет говорить не без негатива просто что среди чиловый день а намечается конфликт я против конфликтов конфликтов броменал 75 рублей дайте мне слово сказать пожалуйста потом сид 70 рублей какой же да блять да вы заебали чем с маргинал ты сделал я не понимаю чем сделано без негатива без негатива чего пацаны прямо сейчас жмых твой адрес прямо сейчас продиктую я тебе в оперу закажу чтобы ты не перестал чувствовать себя обделенным улица пушкина 27 квартира 70 я не знаю что этот адрес но в любом случае не используйте его ради троллинга санитара 1000 рублей отправляем деньги на блять чуваки я не буду никого банить за 1000 но тут уже задонатили на огнем мне сейчас придется отлучить нормальная тема ты ждал все это время я ждал у меня лежит рюмка блять я ее сижу уже запотевшие но мне его и еще контролирует 2121 до что 21 проиграл кому-то обосранным штанам блять от страшных звук из дискорда я думаю я же сармат пришел короче чуваки вот мой классик 15 лет очень вкусный коньяк пью только его доезжу на джейлс ем красную икру ложками бью коньяк 15-летний мне папа просто рассказывал что когда-то он познакомился своей мамой в анапе и на в результате этого коньяка получился я так что каким-то в каком-то смысле я сейчас частичку себя буду употреблять если понимаешь о чем я ведь как и любой ученый то должен знать что мне тогда тормозок было выпить зачем ты омнишь сам себя вот объясни мне вот этот юмор когда человек говорит что-то такое что его как будто принижает он же на самом деле несколько ущербный нет чтобы сказать мне тогда нужно было бы выпить 30-летний хайланд парк зачем врать самому себе ладно хорошо я да я согласен я согласен врать действительно не стоит но тогда уж тормозуха лучше уж тогда про балтику девятку да кстати карельский бальзам как вариант ну как кстати я слышал то что говорил про карельский бальзам я и в принципе соглашусь то что он очень на любителя вот я я больше я был просто у вас петрозаводский карелия в курсе мне кстати очень понравилось я не был в тех районах которые которые да я смотрел на виду я бы я был очень впечатлен вагонным рестораном который поезде который едет в карелию из нее там именно карельский поезд и был впечатлен природой как ни странно там действительно красиво типа леса эти все окна вы ездили там на кивач какой-нибудь не мы не докуда не доехали мне просто на ну я же на свадьбы был мне фотки показывали типа на каком-то фестивале бардов на каком-то озере они там блять на каком-то острове узнает где но там реально издать но суть по фоткам а мы были на там отель какой-то на побережье какой-то реки ебать и мы короче тупили в эту реку постоянно там чайки пиздец рублять обосрали меня всего но мне похуй было только спать они не давали а так вообще довольно мило да ну конечно правда летом здесь комары вот гигантские это тоже не очень приятная тема но природа красивая хотя я из города никуда не выбираюсь вообще но сейчас вы из дома то выходить не стоит мне кажется эти карантина и не шутка блять не просто так придумано ну да но с другой стороны типа тогда уж тогда уж нужно только сидеть дома у меня все-таки работа а как вообще вот столько функций и обним ты один из тех преподов над которыми студент смеются что они всегда с перегарабля и так далее или нет подозреваю что да я такой есть дело в том что вспомним я просто помню что у нас у самих когда я учился такие были и например на такие же эпитеты в свой адрес получали то но я почему это вспомнил как раз потому что когда учился универе там постоянно какие-то такие знаешь люди от которых несло типа они еще в пиджаках постоянно ходили я надеюсь ты не в пиджаке на работу хочешь нет ты что нет слава богу блять а то это позор бы был ебаный ну чтож ёбану погодите погодите не подводят ли меня глаза ёб твою что такое только что за донатили 25 тысяч рублей опа писать отключая функции ёбни муж мыха мэтт почему такой большой минимальный донат ты охуел это скингдом кама блять надпись было на самом деле скингдом донат ёбаный ты дурак блять ну тебе отключили функцию ёбнем сдана как мне 25 тонн мне кажется это не ли мне кажется это максимальный нелегитим на 25 тонн можно пить неделю вообще теперь вообще не вернусь в интернет бля надо стой погоди секунд перед тем как я обним надо отключить потому что там действительно написано что 75 тысяч минимальный донат но нихера не правда но 25000 если 75000 минимальный донат нет 75 рублей короче на странице отправки сообщений написано минимальный донат на киндом каме ставил 25 тысяч я заебали советами дебильными я просто не выдержал менял блять но хана как киндом кам кстати люди верят на хорошо 7 из 10 короче ребят кто сданатил 25 блять братиш функции ёбнем да нет 25 это слишком перебор ну бля это терминатор сука ладно давайте за тогда за терминатора ну давайте и за встречу собственно за общение и обним господа на ваше здоровье ваше здоровье илья всех а зачем тебе зачем кому-то понадобилось отдать 25000 мне чтобы отключить функцию ёбнем у тебя ну тем более что это нелегитимную я не знаю как бы джиньес так что но мне одну функцию отключили до через меня так что отключили мне финансирование чуть-чуть хотя с другой стоит мы бить они больше не будем но в принципе можно можно еще пить то есть чуваки вы как бы понимаете чисто в теории это возможно